Где щи, тут нас и ищи. В Ивановском районе отметили фестиваль капусты, традицией которого стала дегустация. Всем желающим наливали тарелку новоталецких щей со сметанкой. Правда, не бесплатно, а за 30 рублей. Вкусные щи. Навариски очень-очень вкусные. Из чего готовятся щи в Ивановском районе знают даже дети. В рамках фестиваля Ивановский капустник прошел конкурс по дворе района. Мы заглянули в палатку Калиновского сельского поселения. В прошлом году у них были самые вкусные щи. Решили их отведать и мы. Татьяна Ивановна, угостившая нас, рассказала, что щи получатся отличными, если варить их на свиных ребрышках и добавлять белые грибы. Перед такими щами никто не устоит. Они и в мороз согреют, как говорится, и душу радуют, и мужики от щей аж крякают. Организаторы рассказали, что в этот день участники ярмарки представили как минимум 12 видов щей. А щеница при приготовлении традиционного русского блюда считается одним из неотъемлемых ингредиентов. Щеница – это верхние листья, первые листья капусты, самые зеленые. Вот их, значит, моют, отбирают, чтобы были они не черветочинки без всего, и потом меленько рубят. Кто закладывает в бочки, кто в кадушке, кто в банке, и засаливают. Ну, примерно 50 дней щи готовы. Ну, ура! Во время фестиваля шли не только щи, но и свежая капуста по 10 рублей за кило. Вырастили ее в Приволжском районе и привезли к празднику прямо с поля. Фестиваль уже второй год отмечают в День Сергия Капустника, когда еще не поздно сделать домашние заготовки. По 30 килограмм больше. Люди запасаются с насимом. А вот капуста, выращенная в Ивановском районе, использовалась в основном для оформления праздника. Район считается промышленно-сельскохозяйственным. У нас есть крупные сельские хозяйства. Капусту у нас выращивают немногие, но мы не забываем, что в Ивановском муниципальном районе больше 20 тысяч личных подсобных хозяйств. Это же огромный такой, у нас город Иваново, Ивановский район, все они личные подсобные хозяйства имеют именно здесь у нас. И у каждого на городе растет капуста. Какой капустник без пирогов? Кулинары на фестивале потрудились на славу. Такие красивые пироги делают даже в школах. Рецепт такой вкуснятины тоже не тайна. Делаем дрожжевое тесто. Туда входит мука, дрожжи, масло растительное, яйцо. Значит, замешиваем дрожжевое тесто, делаем начинку, в состав которой входит капуста. Можно добавить яичко. А там уже формируем пирог. В Ивановском районе гастрономический фестиваль проводят не случайно. Местные жители свято верят легенду, которая гласит, что именно здесь появился первый рецепт зеленых щей. Так это или нет, уже никто не скажет. А то, что праздник дарит хорошее настроение всем, неоспоримый факт. Любовь Почерников, Андрей Семеновков, РТВ Иваново, Ивановский район.